Нас было 67. Рота. Утром мы штурмовали ту высоту. Она была невелика, но по-видимому имела стратегическое значение, ибо много месяцев наше и немецкое начальство старалось ее захватить. Непрерывные обстрелы и бомбежки срыли всю растительность и даже метра полтора-два почвы на ее вершине. После войны на этом месте долго ничего не росло и несколько лет стоял стойкий трупный запах. Земля была смешана с осколками металла, разбитого оружия, гильзами, тряпками от разорванной одежды, человеческими костями. Как это нам удалось, не знаю, но в середине дня мы оказались в забитых трупами ямах на гребне высоты. Вечером пришла смена и роту отправили в тыл. Теперь нас было 26. После ужина, едва не засыпая от усталости, мы слушали полковника, специально приехавшего из политуправления армии. Благоухая коньячным ароматом, он обратился к нам. Герои, взяли наконец-то эту высоту. Да мы вас за это в партию без кандидатского стажа примем. Герои, ура! Потом нас стали записывать. А я не хочу, робко вымолвил я. Как так не хочешь? Мы же тебя без кандидатского стажа берем. А на лице политрука было искреннее изумление. Понять меня он был не в состоянии. Зато все понял вездесущий лейтенант из СМЕРШа. Кто тут не хочет? Фамилия, имя, год рождения. Он вытянул из сумки большой блокнот и сделал в нем заметку. Лицо его было железным, в глазах сверкала решимость. Завтра утром разберемся, заявил он. Вскоре все уснули. Я же метался в тоске и не мог замкнуть глаз, несмотря на усталость. Но человек предполагает, а бог располагает. Под утро немцы опять взяли высоту, а днем мы опять полезли на ее склоны. Добрались, однако, лишь до середины ската. На следующую ночь роту отвели. И было нас теперь всего шестеро. Остальные остались лежать на высоте и с ним лейтенант из СМЕРШа. Вместе со своим большим блокнотом. И посейчас он там. А я хоть и порченный, хоть убогий, но еще жив и беспартийный. Бог милосерден. Николай Никулин ушел на фронт 27 июня 1941 года. Через 5 дней после получения школьного аттестата. Он был 1923 года рождения. Из таких до конца войны дожили только 3%. Никулин 3 года воевал в пехоте и в самых гиблых и кровавых боях под Ленинградом. А потом дошел до Берлина с орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, двумя медалями за отвагу, медалями за оборону Ленинграда, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина и другими наградами. После войны Николай Николаевич Никулин стал специалистом мирового уровня по живописи Северного Возрождения, членом-корреспондентом Российской Академии Художеств и членом ученого совета Эрмитажа. Свои воспоминания о войне Никулин начал писать в 1975 году. Текст не предназначался для публикации. Это была попытка освободиться от прошлого. Я обратился к бумаге, чтобы освободиться от угнетавших меня воспоминаний. Книга о ней были изданы лишь в 2007 году и она сразу же прогремела. Первый тираж раскупили всего за один день.